Произошло это следующим образом, что он начал читать про то, что такое биткоин, потом поездил по конференциям и увидел то, что люди переделывают блокчейн, именно базу данных, таким образом, чтобы в ней можно было бы хранить какие-нибудь другие вещи. И он подумал, а почему бы не сделать какое-то универсальное решение, которое объединило бы в себе все другие? То есть почему бы не включить в блокчейн программу, которую люди смогли бы исполнять? И что подтолкнуло его на такое решение? То, что если посмотреть на биткоин чуть поглубже, то на самом деле те транзакции, которые хранятся в биткоине, это на самом деле маленькие программки, которым нужно на вход предоставить данные таким образом, чтобы эту транзакцию можно было использовать. То есть о чем я говорю, когда какой-то человек посылает, допустим, Элист посылает в боб-транзакциях, эта транзакция сохраняется в блокчейне, и дальше для того, чтобы другой человек использовал эту транзакцию, он должен предоставить данные. Но это как бы и есть какой-то такой вот вид программы. Мы предоставляем данные, и эта транзакция, она исполняется. Причем вот этот код этой маленькой программки зашит в самой транзакции. И что я сделал Виталик? Он просто взял и расширил вот эту идею до больших размеров. Это я просто прислал таблицу для того, чтобы вы понимали, какие есть уходы в биткоине. Это то есть уходы, это команды, которые могут исполняться в биткоине. Да, у биткоина такой коллективный дизайн. Да. Я не знаю, это просто скрипт, обход, вон так называется. На чем написано? В плане, ну, вот, ты берешь и говоришь. То есть нет какого-то таблица. Да, то есть если один, то сделай вот это. Если ты залезешь в код биткоинга клиента, там будет просто большой свитч кейс с обходами, который говорит, что он уже сделает. Значит, у нас есть виртуальная машина, у нас есть база данных, теперь как бы нам нужен язык. Вот существует три языка, солидики, серпенты, эрозалки, на которые можно писать смарт-контракт. После этого этот смарт-контракт, он преобразовывается компилятором white-code. Этот white-code исполняется на машинах, которые находятся в сети. Существуют различные клиенты, написанные на разных языках, но везде у них есть вот это EVM, который исполняет код. Ну, интерпретатор. Интерпретатор, да. Значит, теперь по поводу распространения углов. Я ошибался, вот здесь вот клиенты, самым большим указанным клиентом на языке Go, примерно 95%. Потом OS это Windows клиент, version, последняя версия. То есть тут можно увидеть то, что половина сети приняли hard-code. Это последние как бы изменения, которые на гаундтрекинге. Изменения такие очень. На карте точками отмечено распределение этих узлов. То есть больше всего в США 28%, потом Германия, Россия, Великобритания. То есть я ошибался. Значит, Россия оказывается повыше, чем в Великобритании. Всего 9 тысяч узлов, как вы посетили. Максим, ты с виртуальной машиной я закончил. Теперь, в общем, ты расскажешь там дальше? Хорошо. Перерыв? Да, ребят, давайте перерыв, и в то время мы начнем здесь все. Вопрос. Отключение на размер сети. А что значит размер сети? Ну, то есть как бы узлов там может быть сколько угодно. Количество транзакций, наверное, имеется в виду. Что еще раз? То есть там лиарные узлов. Ну, они будут между собой просто все взаимодействовать. То есть как бы узел связан только, грубо говоря, с ближайшими соседями. Прежде чем изменения могут доходить к узлу? Да, то есть чем больше узлов, как бы важно понимать, чем больше узлов, тем безопаснее сеть. Но она становится быстрее. Устойчивее. Давайте выйдем, если есть какие-то вопросы, можем там поговорить.